Итак, всем здрасте, всем здрасте. Ну что ж, дамы и господа, спустя три недели мы добрались до гранд-финала. Всем еще раз здрасте, с вами Тиран, это Red Force Tournament, гранд-финал, Best of 5, и у нас сапоги против раки CFT. Тайдхантер. В последние матчи, в последних матчах турнира были великолепные Тайдхантеры, вот эти вот, которые, грубо говоря, резали всю инициацию на корню. Ребята моментально впрыгивали при любом, при любой стычке, сразу же прыжок, реведж и переворот драки. Итак, раки открываются с Джакиром, ребята решили открыться с суппортом. И чем ответят сапоги? 10 секунд осталось. Приоткрывать карты в виде коров. Но, возможно, все. Возможно, все. Это финал. Варлок. Есть несколько прав на ошибку. Это Варлок. С двух суппортов открываются раки. Ну и погнали банить. Вторая стадия банов, я так понимаю, будет довольно-таки классическая в виде банов керри. Я думаю, большинство из вот сейчас, из шести банов, большинство банов будут именно по керри. Может быть, по одному мидеру запишутся, но... В большинстве будут именно керри. Минус лайфстиллер. Так, первый керри пошел. Ну, это керри мидер. Это такой ни туда, ни сюда алхимик от раков улетает в бан. Я думаю, Войт должен сейчас улететь. Он обычно по классике улетал во второй стадии банов как раз. Если не улетал, то его обычно забирали. Но пока что минус Лего. Вот это вообще удивительный бан во второй стадии. Не хотят ребята играть против легионки. Окей. Но пока что, кстати, ракам очень хорошо заходит Войт. Магропирка. Банды. Голем. Минус Джиггернаут. Минус Энигма. Вот так вот у нас сапоги решили больше по хардлайнерам. И респект бан Феникса. Да, есть у сапогов задрот Феникса. Решили от него избавиться. Ну, мы уже как раз видели несколько раз линию от сапогов как раз в Тейтхантер Феникс. Хотя, может, не несколько. Но один раз я точно помню. То, что я все не понимал, кто из них будет тройка, кто четверка. Один раз такой был точно. Так, это Магнус. Что-то, ребята, жестко выходят в массу льты. Слишком жестко. Напоминаю, что Войт все еще в пике. Если сейчас сраки себе еще Вайда доберут. Ну, его надо, походу, забирать. Но, опять же. Слишком ребята будут зависимы от кулдаунов кнопок своих. Но. С наличием такого количества массу льтов, конечно, можно играть от двух. То есть, можно играть от РП и Големов. Можно играть от Сферы и Маграпиры. Ну, то есть, не обязательно сразу все прожимать. В принципе. И можно драться. Типа, с двумя массу льтами. В принципе, можно драться. Поэтому не так будет страшно. Там все будет зависеть именно от позиционки, ситуации, момента и так далее. Дума забирают себе сапоги. Ну и что, въедет ли Войт? Как раз, по-моему, под Магнуса, под Эмпауэр. Великолепный пик. Надо будет еще что-нибудь в тройку добрать. Ну, не факт, кстати, что это медовый Магнус. Возможно, это Магнус как раз тройка. Надо будет это что-нибудь... Ну, вообще, по-хорошему, конечно, не помешает какая-то милишная гор-тройка. Такая с семейки... Да, это Войт. Это Войт заезжает раком. Ну, и на Аспик надо будет брать либо что-то в мид, либо что-то в хард. Наверное, лучше даже в хард что-нибудь такое вот... Легионка бы, конечно, великолепно бы заехала здесь. Опять же, с Эмпауэром и так далее. Ну, возможно, что? Что здесь еще можно придумать? Такое универсальное. Ну, опять же, тот же Пангольер очень хорошо вкатывает. Антимага забирают сапоги. Антимага забирают сапоги. Так, ну... Минус Зевс. Мне что-то прям хочется взять сапогам сайленсера. Ну, я не знаю, отыграют ли они медового дума, потому что это короночка Андрея Фикуса. Ну, можно, опять же, медовым сайленсером. Ну, опять же, сайленсер. То есть, ну, до БКБшек, ок. После БКБшек будет не столь полезен. Его, и вот именно если вот медового, который будет вот прям с руки в лейте наваливать, да. А такого, который будет просто прерывать инициацию, ну, хрен. Опять же, если попадет под замес в числе первых, то такой себе пик. Итак, у нас минус Зевс, Манки Кинг, минус Дуза от раков и ласт пик. Ласт пик. Кто тут может все по дну? Сайленсер может вообще мидгейм поломать, конечно, сильно. Минус ОД. Ну, вот это же, да. Неплохо так мешает своими астралами. Ну что, ласт пик им. Сапогам, по идее, нужен мидер. По идее, если это не медовый дум, то нужен мидер. Причем такой мидер желательно, который сможет выживать в куполе. Про дамаги, конечно. Но антимаг за счет пассивки, там, если выйдет какие-то статы, то, в принципе, может переживать купол. Там, опять же, все зависит будет от билда вайда. Да, опять же, от того, как прожмутся кнопки в купол, в какой последовательности, с каким таймингом. Это вайпер. Ага. Ну, в принципе, для спейса антимагу ребята норм набрали. То есть, вот вчетвером они могут нормально бегать, в принципе, убивать, драться. Есть хорошие спылы, да, есть палец, есть реведж, есть дум. Во все это будет еще накидывать вайпер, раскачанный с мида. То есть, ну, можно драться, можно бегать, можно убивать. И создавать антимагу спейс. Раки отвечают снайперам. Вот тот парень, который будет, помимо кнопок, наваливать в хроносферу, но именно уже физдэмэдж с руки, плюс шрапнель. Это медовый снайпер. Медовый снайпер, хардовый магнус, керри, войт, ну и суппорты Джакира и Варлок. Так, у сапогов у нас медовый вайпер, керри антимаг, хардовый дум, скорее всего. Я не думаю, что это дум четверка. Это, скорее всего, тай четверка, ну и пятерочка Леон. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, первая карта Гранд Финала Ред Форс Турнамента стартует. Поехали. Поехали. Так у нас RGG на войде. Кул Ви у нас будет сопортить на Варлоке. Спейс Трэп. Хардовый магнус. Медовый снайпер Андрей Фикус. Ну и Архангел будет сопортить на харде за Джакира. Совушка Антимаг. Сопортить ему будет Леона Монаков. В миде у нас Грин на Вайпере. В харде фармит Бакра на Думе. Ну и сопортить ему в харде будет Добиги на Тайтхантре. Так, будет начальный замес там? Начального замеса, судя по всему, не будет. Аккуратненько, финал. Так, чё у нас тут за тар на один бэн? Тут на два бэнда. Войд обходит. Пропинговали. Ну так-то Варлок мог бы попробовать перекликать руну. Антимаг на блинке забирает. Итого у нас... 2-2. Всё равно 2... А нет, стоп. Стоп. 3-2. Да. 3-2 в пользу сапогов. Так, немного что-то у нас громко. Вот, чуть потише сделаем. Так, ну Вайду будет здесь не очень уютно. С учётом того, если у Тайда будет задача по КД просто скидывать анчор по Вайду, чтобы тому было сложнее фармить, то будет не так просто. Но, опять же, есть Варлок, есть хороший реген, есть хороший такой, хорошая комба для Хараса. Да, можно просто кидать банды и хил. На Тайда смысла особо нет прокидывать. Он будет скидывать пассивкой. А вот Думу будет нормально залетать. Дум довольно-таки худенький персонаж на самом деле, хоть он и будет исполнять роль танка, но в начальной стадии игры персонаж с единицей брони не так может много втанковывать. И просадить его очень легко. Так, ну сгоняют Варлока. Ну, Варлок как бы на своём родном регене пока что может торговать лицом, размениваться по ХП. В этом нет ничего страшного. Так, в миде. Ну, в миде тут снайперу, да, надо через АИМ выходить, потому что Вайпер заплюёт. А так на РНЖ будет нормально харасить. В принципе, шапнелька тут даже не нужна. Можно будет просто, да, через АИМ, хэдшоп, харасить Вайпера. О, ребята, нормально так раки на харде просели. Неплохо. Тут и ману повыжигали, и без ХП оставили. Так, ну тут придётся потерпеть. Скорее всего, потерпеть. И минус... Минус снайпер. Заплевал. Заплевал Вайпер-снайпер. Так, у нас тут драка на топе. У нас неплохо так проседает дом. Ну, вот, кстати, надо было, наверное, дальше идти просто доубить Тайтхантера. По бандам, может быть, всё-таки и хватило бы. Дэмэджа, чтобы пробить. Но не стали. Не стали. Так, ботинок у Думапы появляется. Тайт, всё ещё первый левел. Варлок уже второй с половины. Сейчас третий Войт. Наверное, скорее всего, возьмёт второй Баш. Будет стоять уже поприятнее. Так, сейчас ещё два бэнда прилетят. Да, будет вообще комфортно. Надо бы ещё Варлоку, конечно, третий апнуть. Так, слушайте, а сейчас у Дума могут быть большие проблемы. Да, ещё он от Кентавра получает. И просто соло для Кул Ви минус Дум. Получает гаш. Но какой смысл, когда Дум уже мёртв? А у Варлока ещё как бы есть Тангусик, Кларетка. И сейчас появится второй Хилл. Так, у нас тут опять проблемы у Харлайнера Фраков. Фокуси от Тайт Джакира минус Джакира. Проблемы также ещё у Магнуса. А если у... Нет, нет. Был бы ещё, кстати, Орпу Антимага. Он бы вообще, наверное, соло гонял бы и Магнуса, и Джакира. Так. В миде. Четвёртый левел берёт Снайпер. Будет ли брать вторую пассивку? Да, берёт вдвоечку АИМ. Вдвоечку Хэдшот. И вот теперь будет немножечко попро... Ну, конечно, нужен ботинок. Нужен ботинок, потому что всё равно Вайпер заплёвывает. И не отпускает. Плюс, если ты как бы наносишь какой-то дэмэдж, на тебе ещё и прокает пассив. Ну, вот-вот. Два раза настакал. Плюс замедло с пассивки из-за тычки. С руки. Огромное количество замедла. Ботинка нету. Мувспида мало. И Снайпер просто заплёвывает. Заплёвывает. Отпевает с хилочкой. Снимает два бэнда, чтобы больше выхилить. И продолжает стоять мид. Шестой левел. Появляется Вайпер Страйк. Снайпер в это время четвёртый. Очень сильно проседает по экспе. Да не только по экспе. По крипам. Ну, ничего. Это Снайпер. Мы знаем то, что Снайпер это великолепный персонаж для дефа. Так что ничего страшного. Это не тот герой, который должен приходить с мида просто и выносить все лайны вперёд ногами. Единственное, что вот немножечко он подраскармливает Вайпера. Ну, ничего страшного. Я думаю, в этом нет. Надеюсь, что не будет в этом ничего страшного для раков. Проблема опять у нас у Дума. Не прокает, к сожалению, баш с блинка. Но всё равно Дум очень сильно проседает по хп. Это ещё первые банды. Так, и вот тут уже, наверное, вопрос. Стоило ли так рассчитывать на АИМ с хедшотом? Если ТП-аут, нету ТП-аута. Вайпер в наглую заходит под вышку. Вышка на Вайпера не агрится от слова совсем. Она стояла, била крипа. Ну и надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо как-то помогать Снайперу. Потому что, ну, во-первых, ему сейчас точно нельзя будет делать ТП на мид. Если будет ещё одна такая атака, то он сможет сделать просто-напросто ТП-аут. Вот. За Майн Сити, к сожалению, тут можно было попробовать. Ну, такое надо было хотя бы шрапнуть. Опять, очень хороший вопрос, как работает агр-вышки. Потому что, ну, как бы, стоит Вайпер впритык к Снайперу. Через, как бы, оклик его долбит, а вышка продолжает бить крипа. Так, а на чём висит на катапульте? Ну, можно попробовать. Ну, тут сколько регена у него? Ну, 5,7 регена. Нет, 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 выживает. Выживает здесь Дум. Еле-еле. На лоу ХП остаётся. 4,1. 4,1. Пятый Снайпер. Третий Хэдшот. Но он уже не сильно поможет. Тогда, может быть, всё-таки надо было пробовать стоять через Шапнель. Ну, сейфово, но через Шапнель я им. Пытается он прохарасить Вайпера, чтобы попробовать сейчас с ульты его добить. Но, навряд ли это получится. Там резист в 2, как бы, 15% маг резиста. Надо прям вообще очень, ну, прям, не знаю, сколько ему оставлять ХП, чтобы с ульты его добить. Ну, там, чтобы он чуть ли не на ластычки уходил. Как дела у антимага? Так, у антимага всё хорошо. У него есть Пентет, 2 банда, как бы, есть топорик, фейрифайр. Так, а у нас тут купол. Первая реализация купола. Разменяли Дума на Варлока. Ну, это у, в плюс ракам. Это плюс Вайду. Пятый Магнус. Есть Арканы Брейсер. Джакира. Первый Брисфайр. Первый Айспав. Второй Ликвид. Может, нет, тут, наверное, пытается засейвить Джакира. Джакира отпивается. Ну, Магнус плотненький, Магнус отходит. В принципе, да, Войт может стоять Солон. На помощь прилетает Варлок. Который Магнус будет уже попроще. Так, девятый Вайпер. Всё ещё пытается гонять Снайпера. Но уже есть ботиночек. И бэкать попроще. Пятый Дум. Почти седьмой Войт. Единственное, что вот сейчас троица по Экспе просядет. Неплохо было бы, конечно, на десятой минуте шестые лвла взять всем. Так, подкапывает Варлока. Успевает навесить на себя Хью Айспав. Автобус. Брисфайр. Ну, кстати, неплохо так залетает по итогу антимагу. Да, ребята еле выжили. Так, ну а бой тут уже Сова разбирается. Эх. Немного размансил тут Дум Вайда. В лесах оба отпеваются фласками. Снайпер тут еще пытается лесные крипы. Ну, если лесных крипов подфармивать. Ну, понятное дело, сложно мы стоять против Вайтера. Особенно с таким преимуществом. На три лвла больше. 1300 хп. 12 брони. Так, Варлок возвращается на топ. У нас десятая минута. Сможет ли Джакира? Да, Джакира забирает одну баунтинг. К сожалению, если пойдет за второй, умрет. В это время у нас Вайпер опять просто втапливает за снайпером за вышку. С Вайперстрайком минус снайпер. 6-2. Надо снайперу уходить, наверное, с мину. Надо кому-то его отдавать. Только вот кому. Тут, наверное, только Войт подойдет. Потому что он может ублинкаться. Магнус. Ну, опять же, он на сквивере отъедет. А дальше-то с минус мувспидом что делать? Вайвер может его просто нагнать. Так, 15 секунд до Вайперстрайка. Десятая минута. Давайте переключимся на Нетворс. Пятый пока что. Тайт. Не, ну, пытаться убить Вайда такое себе. У нас опять драка на боте. Опять же, стан, хекс и минус Джакира. Даже без пальца. Так что, будут пробовать убить Вайда. Вот, он отходит от вышки. Да, думают, что сейчас будут фармить этот кемп. Но нет. Идет на нижний. Тут снайпер с первой шапнелькой. Отблинковывается и просто уходит в это время в Вайпер. Решил попробовать опять убить снайпера. Купол по двоим. Первая шапнель. Здесь будет ли что-то... Да, айспав. Ассасинейд. Ну, толстый. Толстый. Есть блинк от Вайда. Прокнет ли баш? Прокает баш. Хедшот. Минус вайпер. Ну, худо-бедно. Через купол втроем убили. Плюс 400 голды для Вайда. Ну, отойду. Ничего не остается, кроме как вернуться на топ. Где Дум вместе с Варлоком фармят и Экспеца. Варлок еле-еле потихонечку добирает свой шестой левел. Магнус уже седьмой. Опять же, подкоп. Но палец. Опасно. Прилетает Варлок. Навешивает хил. Но, как бы... Щелчок. И минус Магнус. 8-3. 8-3. Встречает тут антимага снайпер. Снайпер на хосте, но не стал рисковать. Да, тут еще и Леончик подошел. Если бы снайпер просто забежал на хайграунд, получил бы Хекс. Хотя у Леона не было маны. Но, опять же, все равно страшно забегать. Так бы Хекс станет. И даже на хосте бы, наверное, не получилось бы уйти от антимага. Так что, да, лучше по сейфове немножечко поиграть. Как бы и так преимущество не за ними. 8-3. Ошибаться сейчас не стоит. Особенно на ровном месте. Так, минус Т1. Заданать не получается. Вышку забирает Вайпер. Есть РП. Найдут. Находят Магнуса. Да, находят Магнуса. Блинкуется опять антимаг. Стан. Магропира. Пытается на сквере уйти. Блинк. В 3. Но нет, дальше не идут. Дальше не идут. Хотя была ульта у антимага. Я думаю, пару тычек. Ульт. Возможно, даже одна тычка и ульт бы хватило, чтобы убить Магнуса. Но нет, не стоит. Не рискует. Не рискует. Шестой Варлок. Есть Голем. Есть Дум. Все у всех, в принципе, уже есть. Есть Реведж. К тому же четверка тает Арканы. Стики. Сейчас потихонечку. Минуток за 5-10 накапает на Блинк. И как бы это все, что от него будет требоваться в этой игре. Войт у нас с Морбидом подфармливает лес. Понятное дело, что это будет Мом. 1400 у Магнуса. Джакира пытается выйти в Арканы. Снайпер Бент ПТ 1100 на руках. Так, нашли у нас тут Варлока. Немного наплевал Вайпер. Есть, кстати, Хроносфера. Снайпер недалеко. Можно попробовать. Есть Голем. Но толстый. Толстый. 1500 хп. Плюс рядом еще и Тайт Хантер с Реведжем. И вот как бы и Магнус прилететь не может. Ну вот Джакира мог бы, кстати. Есть Магропирка. Не, пока это все обдумаешь. Ну, лучше отойти. Стягиваются. Ну вот Магнус, правда, без хп, без маны. Ловит плевок. Понятное дело, что, да, если Вайпер цепился отпускать не собирается на сквивере, уезжает. Войд еле, еле-еле Дум уходит от Вайда. Не стал он на него тратить купол. Ну, там чисто на фейзах ушел. Появилось ли что-нибудь у Снайпера? Ну, пока что нет. Пока что Огракс. На этом все. Как дела у Антимага? Персик. Неужели БФ летит? Да, летит. БФ довольно-таки неплохой тайминг. Пятнадцатая минута. Погоня идет за Антимагом. Ну вот Блинк в три, к сожалению, находит он его в лесу. Ну, тут, конечно, Антимагу надо дальше уходить уже в лес. И с БФ он спокойно выфармливает свои айтемы. Теперь игру должны делать Дум, Тайдхантер, Вайпер и Леон. Просто стягивать, отвлекать, пока Антимаг не выформит первые свои слоты для того, чтобы участвовать в каких-либо файтах. И так видится так. Ну и Мом, Мом включен. Мом включен Мом. Нет смысла ставить купол. Нету Мома. Ну, а как бы у Снайпера пока что нет нормального атакспида, чтобы нормально влить дэмэджа в купол. Хотя, в принципе, да нет. 1200-1300 почти ХП у Антимага. Навряд ли бы получилось. Блинк в КД. Ставится купол. Надо отблинковываться. Айспав. Ну и уходит. Уходит Войт, но ценой сферы. Ценой сферы. Сейчас, как бы, у Сапогов есть небольшое окно. У Тайда уже 700 голды сверху, кстати. Есть небольшое окно, потому что, ну, пока что есть одно РП, но Магнус без Даггера. И драться будет крайне сложно. Даже просто занять позиционку будет сложновато. Находят Снайпера. У Снайпера нету аутов, нету ни ТП, ничего. Ни пики. Минус Снайпер. Давят, душат. Так, просто. На мужика Войт включает Мом. И Антимаг упрыгивает. Варлок. Все еще шестой левел. Находит двух суппортов Сапогов. Но Купола нет. Магнус дофармливал Даггер. Есть Даггер, но вот теперь можно попробовать что-то сделать. Есть Магропира. Есть Голем. К сожалению, шестой левел. Банды пока что в два. Но попробовать можно. Попробовать можно. Надо реализовать ульты. А то, ну че, они простаивают, да? Можно как бы синициировать драку, забрать вышку. Смоки. Смоки. Да, пошли смоки. Купол только через 50 секунд. Но на боте только Тайтхантер. В него тратиться не очень, конечно. Хочется, находят они Тайтхантера. Будут ли как-то цеплять? Просто впрыгивает Войт. Включает Мом. Но на этом все. Айс Пав. Так, ну. Такие себе смоки, скажу я вам. Тайт в наглу идет дальше. Реведж по двоим, по троим. Стан. РП в одного лишь Тайтхантера. Дума, Вайда проблемы. Тайтхантер на Шоквейве возвращается на Магропиру. Ну, живет, живет, живет. Пытается заданять его Варлок. Под хилом же. Выживает там Войт. Приходит Вайпер. Но на этом пока что все. Два в один. Да, что-то как-то странно впрыгнул просто Антимаг. Видать, хотел попробовать разменять и уйти. Но, к сожалению, не получилось. Не хватило ни дэмэджа, ни с ульты, ни с руки. А уйти как бы с КД блинка такое себе. Минус Антимаг, минус Стайтхантер. Но, опять же, это даже без купола. Но я не знаю, каким чудом на самом деле ушел Войт. В него потратили Стан, Реведж, Дум. И все равно он выжил. Спасибо трёмбендам. Плюс там еще Антимаг впрыгнул. О, как он накидывал. А, Вайпер-то уже с Гипперстоуном. Товарищ просто выходит в ребра. Неплохо, неплохо. И просто, да, в early game. Так, купол на Вайпера. Навешивается хилбанды. Шоквейв, мало дэмэджа. Мало дэмэджа. Слишком позднее почему-то Магропира. Запоздалая Ассасинейт. Скидывает Вайпер Страйк. Но минус Войт, минус Леон. Помочь особо нечем. Антимаг фармит. Одному Думу там ловить нечего. Причем Дум в КД, Реведж в КД. Да, ребята что-то как-то нагло залезли чуть ли не под Т2. Ну, за что их в принципе и наказали. Снайпер ПТ Драгонлендс 1700 на руках. Войт с Дживелином. Сейчас вот еще и с Эмпауэром. Очень приятно фармить. Алибарда на Думе. Алибарда на Думе. Владимир в Квикбайе. Как дела у антимага? Ну, все по таймингам. Все по таймингам. Сейчас будет Манта где-то к 22 минуте. Варлок 9, Е4 банды 4 хил. Магнус Даггер 900 на руках. Джакира Арканы почти купленный. Глиммер. Проблема у Варлока. Варлок на хиле пытается отойти. Айспав. Шоквейв. Есть еще РП. Но, к сожалению, коров нет. Некому вкидывать дэмэдж в контроль. Демонедж. Рецепт. Остается нафармить 600 голды до МКБ. Войду. И вот там уже парень будет нормально так в куполе с МОМом лица разбивать. Так, Тайтхантер. Тайтхантер купил себе чейнмейл. Не стал он пытаться выфармливать даггер. А вот может быть зря, кстати. Так, находят вайпера. Купола нету. Айспав. Магра пира. Вайпер страйк скидывает. Простите. Под МОМом. Особо лезть с вайпер страйком вперед не надо. Как бы дэмэдж не заигнорить блинком. Заходит Тайт. Получает голема на голову. Снайпер тут еще накидывает. Где-то. А нет. Показалось. Снайпера убивает в топе. Леон с интимагом. Да, и за Тайдом уже не погнались. Мне что-то прям показалось, что пульки летят в Тайтхантера. Но ошибочный. Странно, что отпустили Тайда, потратив на него голема. Но решили, что контроля особо нет. Агнаться за Тайтхантером такое себе удовольствие. 11-8. 11-8. Потрачен голем. Потрачен РП. Но есть купол. Есть купол. Выходит ли он? Нету вижена. Видит. Дум. Стан. Прилетает антимаг с монтостайлом. И минус. Войд. Да, не стоит. Нет, ну было бы очень вкусно, конечно, если бы поставил бы купол в двоих. Но, к сожалению, не было видно, не было видно, что там еще ли он бы нашел. Но надо быть готовым, когда лезешь на врага под вышку, что будут ТП, будут сейвить. К этому надо быть готовым всегда. Тут, конечно, не подрасчитали, товарищи Раки. Как дела у Вайпера? Купил ли он? Да, купил ребра. Драгонлендс. Ребра. 2000 хп. 31 брони. Да, не лучшая цель для фокуса. Лучше, конечно, оставлять его на десерт. И уже в пятером. Так, есть купол. РП через 15 секунд нет голема. Как дела у снайпера? Кого нашли? Купол в одного Леона. Реведж. Хороший реведж по троим. Ну и сейчас тут интимаг. Да. Минус 3. Проблема у Джакира. Пытается в Глиммере убежать. Но, к сожалению... Не, неплохой айспав скидывает. Кстати, по двоим снайпер сверху прикрывает. Блэйдмейл от Айдхантера. Будет ли Ассасинейт? Нет. Тут, к сожалению, Вайпер с Думом гоняют снайпера. Не дают ему скинуть ульту. Боже мой. Что это за рейндж атаки? Фикусу нету выхода. Кроме как пытаться сделать ТП. Потому что вгрызлись и не отпускали башек прокает от антимага. Минус 4. Довольно успешно. Еще тут как бы подпушена линия оказалась. И неужели это достаточно халявная минус линия? Айспав. Вышка стоит. Вышка стоит. Очень пробитая вышка. Но, опять же, Тир 3 шмотки не выбиты. Возможно, будет репейр кит. Так что хоронить вышку рано. Да, неудачный купол. Отсутствие голема. Шикарный реведж. И по итогу еще бы чуть-чуть и была бы минус линия. Да, и антимаг слишком жестко разгоняется. 19 левел. Башер. 2 600 на руках. Сейчас еще будет абус. Единственное, что вот теперь надо будет весь контроль давать в антимага. Абсолютно весь. Б. ДД. Сквивер. РП в одного вайпера. Гоуст. Вайпер страйк. Доу Бриз. Прилетает Дума. Синейт. Не хватит, скорее всего, дэмэж. Синейта. Нет, не хватает. Влетает антимаг. Скидывает ему на голову голема. Но он успевает убить вайда. Но тут уже как бы подошел снайпер. И да, надо отойти. Ох, как под ДД-то разваливает вайпер. Не успевает варлок сделать тэп аут. Заходит просто на ноге Дум. И минус варлок. Минус 3. Что-то не получается. Не получается у раков занять нормальную позиционку. Нормально поражать ульты. Ну и как бы цели, да. То вайпер, то Тайтхантер, то Дум. Ну а в одного Леона вы видели, что случается, если потратить купу в одного Леона. Итак, Абус. Да, Абус Блейз. Минус Свой. Прилетает Магнус. Но я не зря прилетает. Тратится рэвэдж. Рэвэдж по двоим. Голема нету. Антимаг уже прыгает на ход. Ничего не боится. В принципе, основные таргеты умерли. Минус Снайпер. Минус Варлок. И минус 5. Ультра килл. От Савы. Ну это уже точно минус Смит. Так, РП будет. Голема не будет. Да, Вайпер снес Т2 вышку. Ребята переходят на бот. И сейчас вот надо камбэкать. Есть купол. Есть РП. Но нет Голема. Нету Голема. Маграпир откатилась. Но Рэки теряют две линии. Леон очень наглеет. РП в одного антимага. Купол по двоим неплохо. Но Вайпер. Вайпер просто зашел в купол. Навешивает алибарду. Антимаг успевает выпрыгнуть на 30 хп. Ну а Вайпер просто на оклике забирает снайпера. Пытается уйти в гостя. Но тут его не отпустят. Ох, как дорого. Дорого. Потратились на антимага. Но так и не смогли убить. Потеряли две стороны. Да. Теперь еще и Скади будет. Его вообще будет не пробить. Так, ну шикарная четверка Тайд. Вообще великолепная. Зашел. Ультанул. Пацаны дальше как бы сами. Шикарная четверка. Так, минус Варлок. У сапогов есть 70 секунд, чтобы спокойно закончить игру. А там все-таки будет купол. Будет РП. Пытались сейчас завести антимага. Но, к сожалению, дальнейшего контроля в этот сквивер нету. Он бы спокойно отблинковался. Ну, просто манта, блинк. И все. Опять же, еще есть антиспелл. Так что, если бы даже был какой-то контроль, то, в принципе, во время сквивера был бы прожат антиспелл. О, просто он просто уже в соло прыгает. Минус снайпер. Ну, и его нечем уже останавливать. Его просто нечем останавливать. Ну, как бы РП не потратишь, потому что не убьешь. Сапоги уже просто под фонтаном, товарищи. Гоняют. Реведж просто варлока залетает. Ребята все равно остаются без голема. Я так понимаю, они хотели попробовать сейчас просто вкинуть все, что у них есть. Но даже сейчас им это не дали сделать. Ну что ж, ГГ. 1-0. Я напоминаю, что это Best of 5. И мы уходим на небольшую музыкальную паузу, после которой вернемся на вторую карту. Напоминаю, это Гранд Финал Ред Форс Турнамент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова